здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня веду я михаил горин а с нами на связи по скайпу наш обозреватель военный историки писатель александр векстер здравствуйте александр здравствуйте михаил добрый день ну вот сегодня новость с утра которые обсуждают все израильские сми она даже пожалуй затмила наши постоянные выборы перевыборы создания коалиции эта новость о том что госсекретарь ша помпеа выступая на брифинге перед журналистами касаясь израиля заявил что израильские поселения на территориях не противоречат международному законодательству что администрация президента пересмотрела свою точку зрения по этому поводу и вернулась к позиции которая была при рональде рейгане новость тесно широко обсуждается кто-то говорит что это чисто декларативное заявление кто-то говорит что это развязывает израилю руки на дальнейшую политику в отношении поселений так что же все это таки такое вы знаете михаил я может быть сейчас удивлю вас и кое-каких наших зрителей когда скажу что администрация президента трампа вчера в лице американского государственного сектора майка помпео совершила вчера прямое вмешательство во внутренние дела израиля вернее в него внутри политические разборки в момент формирования правительства заявив что израильские поселения в иудейсе марии не противоречат международным законам это заявление на сказать майка помпео отменяет юридические заключения юридические мнения госпартамента мита соединенных штатов которые в течение 41 года начиная 78 года существовали и согласно которому израильские поселения на оккупированных территориях идут в разрез находится в разрез с международными законами международными правовыми законами помпео кстати также сказал что эта формировка не на йоту не на миллиметр не продвинула то формировка которая составляла была ранее что поселение мешает мирным урегулирование ни на мину ни на минуту не продвинула заключение мира мирные переговоры дело мира между палестинцами израилем жесткая правда заключается в том что никогда не будет юридического решения этого конфликта использования международных юридических законов и формулировок чтобы выяснить кто прав а кто виноват всегда кто-то будет прав всегда кто-то будет виноват и они не приведут не могут привести к желаемому результаты никоим образом знаете источники в вашингтоне добавляет что несмотря на то что речь идет о чисто символическом шаге с нашей точки зрения это очень приятно конечно символический шаг и сша ее президента донда трампа нет реальной силы на этот момент этого предложения но в действительности тем не менее этот шаг рассматривается в вашингтоне как попытка президента сша его администрации помочь бенямину нотаньяу сформировать новое правительство в израиле кстати уже какое-то время дональд трамп относится к нашему премьер-министр с каким-то подозрением потому что он любит винеров он не любит лузеров и он уже считает его окружение об этом говорят что уже дважды израильский премьер-министр не выиграл выборы и вряд ли это ему светит будущем тем не менее решение вашингтона по поводу поселений и и того что будет с ними будущем может быть использована бенямином нотаньяу как выигрышная скажем так казарная карта для присоединения например маледу мим против которого никто из нас конечно не возражает даже наоборот или орданский долины к израиле этот американский шаг может даже помочь биби выйти из политического плонтера по поводу создания нового правительства так как с одной стороны этот шаг не помогает не помогает бене гансу и белый голубым создать узкое правительство правительство меньшинства при поддержке извне арабского списка я вам должен сказать что это не первый случай когда арабский список поддерживает так сказать израильское правительство при победе рабина покойного в 1992 году арабы единогласно поддержали на голосовании об утверждении правительства правительства рабина продолжали оставаться вне правительства но тем не менее рабин им заплатил достаточно престижную так сказать хорошую цену так что ничего нового в том о чем мы говорим вчера сегодня вряд ли будем говорить завтра потому что на этом все кончилось а все кончилось потому что эти арабские депутаты кнесто никогда не согласятся на новую американскую формулировку по поводу поселения вы знаете не так давно в есть такая очень известная телевизионная блумберг в соединенных штатах америки которая является собственностью американского миллиардера майкла брумберга в прошлом в прошлом мэра города нью-йорка кстати лишь третья часть новая даса построена на его деньги какое-то здание в честь мамы какое-то здание в честь папы и так далее еще он раз в пятнадцать богаче чем нынешний при президент цене на штатах дональд трамп так вот брумберг сообщил что путин принял решение не идти на встречу президенту премьер-министру израиля и не выдавать ему не возвращать девушку нашу из асхара организованную там потому что он не хочет вмешиваться во внутренние дела израиля накануне выборов несмотря на то что с моей точки зрения владимир путин является не меньшим другом бенемина натаньяу чем американский президент так вот он решил что он не хочет вмешиваться во внутренние дела и освобождать девушку до момента формирования правительства я думаю что вполне при президент соединенных штатов дональд трамп тоже мог поддержать это дело еще несколько дней или мог сделать это год тому назад или еще через месяц вы знаете с другой стороны надо сказать что это заявление америки в лице помпео в лице министра иностранных дел может служить базой как я себе представляю для быстрого возобновления коалиционных переговоров между белого голубым и ликудом более того этот шаг американской политики я не знаю надолго ли он продержится если и дональд трамп победит на выборах хорошо в следующий раз я за это а если произойдет что-то другое я уже слышал намеки американских демократов что они быстренько пересмотрят этот вопрос так не знаю надолго ли так это усилит призывы натания у к созданию узкого права правительства в котором вполне может участвовать даже израэль бейтейну наш дом израиль несмотря на то что вигдор ливером он заявил что завтра в 12 часов дня он скажет свое последнее слово и она будет последним решающим но дело в том что скажем очень интересно для нашего дома израиля осуществить на деле все те это сказать возможности которые открывает новые американские заявления возможно что либерман я рассуждаю от себя может подумать что если он не присоединится к этому американскому призыву то будет потеряна историческая возможность которая вряд ли еще повторится потому что все кое-кто уже слышал намеки демократов на то что они это попробуют изменить смотрите так или иначе очень приятно нам было получить в израиле то что наши поселения не являются не стоят вне международных юридических законов очень приятно и очень хорошо всю свою жизнь кроме последних пяти лет я жил в такого рода районах или поселениях которые были за зеленой чертой поэтому я могу очень хорошо понимать радость людей которые там живут тем не менее посмотрим что из этого произойдет его что это выльется да посмотрим тем более что пока что это эти заявления действительно такого декларативного характера но пока все обсуждают вот эти самые заявления у нас развиваются совершенно реальные но еще не военные действия но достаточно серьезная обстановка сложилась на севере израиля где вот в день рано утром в день когда мы с вами записываем эту программу четыре ракеты со стороны сирии прилетели на нашу территорию все они правда были сбиты железным куполом и вот теперь все гадают что вдруг они к нам прилетели то ли в ответ на некий недавний обстрел неизвестно кем на границе сирии и ирака где якобы находятся какие-то иранские военные объекты то ли случайно залетели и что теперь вы знаете я вам скажу так во первых я хочу обрадовать наших телезрителей может быть кое-кто и не обрадуется что все эти четыре ракеты были сбиты нашими системами железный купол еще на подлете к территории израиля упали еще на сирийской территории но хорошо наши системы видят что в нашу сторону летят ракеты они наверняка должны пересечь границу попасть и сбывают вы знаете в советском союзе когда-то 19 ноября был праздник ракетных войск и артиллерии я как раз в этот день родился так вот сегодня так сказать 19 ноября ознаменовалась тем что мы так сказать впервые надо сказать впервые получили ракеты из со стороны сирии но я очень догадываюсь почти уверен что это иранские ракеты с иранской стороны эти взрывы были слышны несмотря на то что они не упали на территории израиля были слышны около пяти часов утра сегодня 19 ноября в районе голландских высот и на севере эцба галиле это палец галиля армия сообщила что в этот район со стороны из сирии было выпущено 4 ракеты которые избили же были сбиты железным куполом тревога была хорошо слышно в большинстве поколений по поселении на голландских высотах шар ешу в дан дафна я говорил с людьми кварсольт верхний галилей а также в нем роде масаде мигдаль шамс и навиатив которые я особенно хорошо знаю на севере голландских высот почти одновременно с этим поступили сообщения и о взрывах на военных объектах вокруг дамаска сирийцы вокруг дамаска дамасского аэропорта международного что это мы делаем если это мы не впервые но сирийцы сообщили что воздушная атака произведена было по нескольким объектам подразумевается иранским объектом как видно опять состоялась поставка и складирование временное потом уничтожение на складах того что поступило из ирана до того как это вот было в другую сторону по нескольким объектам это сделано сработала сирийская система против воздушной обороны не знаю они заявляют что они сбили несколько ракет я знаю сирийцам я всегда предполагаю что десятую часть так сказать может быть правда 90 нет если тело 10 ракет может быть одна ракета если 5 так вряд ли даже одна до сих пор кстати не поступило точных данных о том что ракеты из сирии были выпущены по нашей территории кстати как я уже сказал сбиты еще на территории сирии после атаки на военные объекты в районе дамаска или же еще до этой атаке мы не имеем точных сведений сирийцы сообщает сегодня рано утром что цаал это когда ракетами цели на западе от дамаска там где находится аэропорт сообщение говорится что ракеты были выпущены из района гархермон и что система пво сбила их другие источники кстати включая израильские источники сообщают также об атаке израиля в районе как вы сказали сирийско-иракской границей израильский источник в частности тигдепка сообщил что события сегодняшней ночи в израиле и в сирии это надо сказать так прямое продолжение вчерашнего от 18 ноября неожиданного заявления нашего генерального штаба о начале больших маневров на севере страны это было озаглавлено нашим генеральным штабом другими словами наши силы на севере страны еще вчера днем и на на сто процентов вчера вечером были приведены в состояние повышенной боевой готовности к сожалению все сообщения генштаба и министерства обороны за последние дни просто ну мягко говоря тонут в ливнях и водопадах политических сообщений о формировании или не формирование правительства есть оно или нет но военные как-то вещи уходят на второй план сегодня на рассвете стал рассеиваться объявлены вчера туман о наших маневрах когда царь и армия обороны израиля атаковал иранские цели в тире и как видно в двух местах и в районе дамаска и на сирийской иракской границе но еще нет точных подробностей какие именно иракские иранские цели были атакованы но вероятнее всего что немедленно в свет за нашей атакой иранцы выпустили это 4 ракеты в сторону голландских высот надо сказать что это произошло впервые в первый раз когда иранцы осуществили свои угрозы они уже давно говорят по этому поводу что теперь на любую атаку со стороны израиля иран будет отвечать огнем по нашей территории теперь надо просто подождать и посмотреть идет ли речь о ограниченном одноразовом ответе ирана пуском четырех ракет нашу сторону или же эти ответы будут продолжаться а в таком случае надо будет опять подождать и посмотреть какова будет реакция армии обороны израиля израиля на иранские ракеты летящие в нашу сторону я думаю что нам с вами следует ожидать продолжение действий цаала против иранских ракет иранских объектов с которых они были посланы в сторону израиля и об этом мы опять тоже узнаем если не с течением ближайшего дня или двух дней но в том случае когда будет осуществлена следующая атака по иранским объектам на территории сирии нами или нами по иностранным источников и не по иностранным источникам в одном случае мы теперь будем уверены что если мы будем получать ответные удары иранских ракет территории сирии так это лишнее раз подтверждение что это сделали и мы они сингапура не люксембург и все будет зависит от того промолчим ли мы в следующий раз или не допустим этого действия увидим с вами господин горин да ну в общем как как всегда привычная в общем-то для нас всех обстановка остается только ждать и наблюдать александр спасибо за ваш комментарий что нашли для нас время всего вам доброго всего хорошего до свидания будьте здоров напомню что с нами на связи был наш обозреватель александр вектор до свидания